Ситуация выглядела до боли знакомой точно так же. В июле прошлого года день ареста Владимира Гусинского совпал с днем начала первого официального зарубежного визита Путина. Тот президентский визит в Испанию и Германию был в общем основательно подкорчен. Конечно, можно в который раз предположить, что против Путина действуют какие-то внутренние злокозненные силы. Но, увы, скорее всего, объяснение этих совпадений гораздо проще. Бездарность и глупость людей во власти. А то, что именно власть руками «Газпрома» пытается установить контроль над НТВ, у меня лично нет никаких сомнений. Об этом отдельно. Пересказывать же еще раз все события, которые последовали за незаконным, по нашему убеждению, собранием акционеров «Газпрома», которое приняло решение сменить руководство НТВ и последовавших на минувшую неделю событиях вокруг нашей телекомпании, о которых мы уже много раз говорили, наверное, сегодня уже не стоит. Вчера в Москве у Стена Станкина прошел митинг в поддержку нашего телеканала. И мне хотелось бы возить благодарность всем, кто пришел на эту акцию, несмотря на плохую погоду. Пришел сюда, где расположена наша редакция, чтобы нас поддержать. Поверьте, для нас это очень важно. Наша профессия – сообщать новости, а не митинговать перед многотысячными толпами. И если мы знаем, что поддержка народа, поддержка людей на нашей стороне, тогда мы сможем спокойно работать по всем строгим канонам профессии. А сегодня кульминация событий, митинг в родном городе президента, в Санкт-Петербурге. Об этом на репортаже нашего корреспондента Юрия Зинчука. Санкт-Петербург, Троицкая площадь, в Лочной площадь революции, в Кодио. Согласно официальной занятии, митинг был посвящен защите свободы словам. Но, естественно, последние события в Москве сделали почти синонимами. Это памяти и акцию, развернувшуюся под дышкой Альтолом. Обезвеченная формулировка митинга пробила абсолютную четкую правильность. С августа 1991-го Петербург всегда очень достойно реагировал на любые изменения в политической жизни страны. На сегодняшние события особенные. Впервые в Петербурге за всю историю со временем России прошел митинг именно в защиту свободы слова. Один из мотивов, который сегодня звучал на митинге, свобода слова, это как воздух. Когда он не есть, ты не замечаешь. Но когда он исчезает, становится страшным. Митинг в Петербурге, учитывая, что это не только вторая столица, но и новая родина президента, когда она особо значима. И количество петербургцев, пришедших сегодня на Троицкую площадь, это не только вторая столица. По официальным данным мотоциклом превысило 5 тысяч человек. Сколько пришло точно сказать крайне сложно. Вот лишь кадр, по которому каждый сможет сам для себя ответить на вопрос. Я бы это понимал. Петербург в середину ночью был доставлен специальный выпуск общей газеты, который выходит только после ключевых событий в современной отечественной истории. За последние 10 лет это седьмой номер. Люди брали газеты, но вряд ли мы печатали в ней, что-то изменило в их отношении к происходящему. Редкие случаи, как раз голос улицы, почти совпадают с общим тоном газетных статей. Я пришла сюда, чтобы от имени моих друзей неуверенность в этом параллении сказать, что мы не винтики в государственной машине. Мы хотим свободы. И напомнить власть предержащим, что не будет государство, а государство для нас. В общей российском канале есть такая программа, телепузики. И там в конце программы такой жестокий голос говорит, телепузики, спать пора, телепузики, спать пора. Так вот мы не телепузики. Я каждый день жду, что будет лучше. Мы почему-то и день назад. Меня это очень волнует. Меня волнует мой внук. Меня волнует моя одна дочь. Я хочу, чтобы они жили в свободной стране. Спустя час после начала митинга пришла информация о том, что выход на станцию метро Горьковская заходит. Поезда приезжали в нее безостановок. Это ближайшая к Троицкой площади станция метро. Официальное объяснение. Профилактический мерок с элегантом Бежанной Давки. Похоже, были даже организаторы митинга, Питерские отделения Демроссии, Яблок и Спас, не ожидали, что придет столько людей. Петербург уже давно не видел таких площадей. Сегодня, друзья мои, сегодня, здесь, на площади, мы с вами проходим урок, экзамен на то, чтобы называться гражданином, а все вместе на то, чтобы называться народом. Почти все журналисты НТВ свой выход к микрофору предвосхищали словами. Для нас это очень необычно, выступать на митингах. Если свободу слова, стране надо защищать на митингах, значит, в стране действительно что-то происходит. Мы, как и судьбы, иди, вы нас все более тайны. Убийцы, сопротивление на жертвы, в стране. Я думаю, что вы, наше уходство, ухранство, и наше сомендарное соглашение, вы более тайны. Мы слишком много людей не теряли, и слишком много не было потерь, чтобы потерять аминьи селены. Чего хочет власть? Власть хочет, чтобы люди притворили геймоз, чтобы мы превратились в службу битвов и выводились в пятнах и вляжных бурдиров. Где это родилось? Где умеем? Один из статусов Петербурга, культурная столица, сегодня нашли свое подтверждение на этой площади. Среди собравшихся представителей интеллигенции было гораздо больше, чем представителей властей. Одно из свидетельств того, что ситуация с НТВ не ограничивается только лишь ремками финансово-хозяйственных конфликтов. Я думаю, что это важное-важное-важное место в нашей истории, так же, как 1901 год, так же, как 1903 год, так же, как 1901 год. Я думаю, что таких событий в России должно придать еще очень-очень много, чтобы быть в тонкую вывести, вытравить из себя рабское... Я не занимаюсь политикой, я не очень интересуюсь политикой, но есть, во-первых, базовые понятия, такие как «свобода» и «хочется жить в свободной стране». Просто не ожидали этого. Они просто недооценивали тот народ, которым их выказывают. Они думали, что можно организовать все, как они организовали, как они организовали искусственную карту единства. Но это не так. Люди думают, люди не хотят, чтобы их упускали, чтобы с ними сделали то, что хотят начальники. Сбор подписей в защиту НТВ продолжался еще очень долго, даже после закрытия митинга. По нашей информации, уже завтра организаторов этой акции называют насобеседованы в кабинете власти городского района, на территории которого проходил митинг. Причину пока не объяснили, но, по словам чиновников, у них есть раз существенных замечаний по поводу организации данного мероприятия, так как был нарушен приличный режим работы городских служб. Юрий Зинчук, Сергей Кролев, Сергей Воробнов, НТВ, Петербург.